Девушки отдыхают Так, еще немножко силиконовой резины, еще немножко силиконовой резины, все, силиконовая резина кончилась, да? И можно еще что-то попить, поесть, на всякий случай, давай тоже изготовим, потому что, по-моему, это была наша рыба-пузырь, которая с вами здоровалась, да, кажется, это именно она. Так, и надо избавиться от всего лишнего. Мне нужен, в принципе, только титан. Титана у нас всего одна единичка. Так, масло тоже остается. Слушай, все, хранилище-то закончилось. А что там у нас по чертежам-то? Элементы жилища, аквариум, изготовитель, солнечная панель, строитель, ясно. По транспорту морской глайдер, переносной сборщик транспорта, это окей. И по снаряге... Так, подожди, изготовление, давай размещаемые объекты, посмотрим. Водостойкий контейнер, небольшое хранилище, которое может быть размещено в воде. Четыре титана. Морской глайдер неизвестно, здесь тоже неизвестно. Короче, все печально. По снаряге. Кислородный баллон неплохо. Это что сейчас за звук странный был? Окей. Аптечка не нужна, фонарик пока, наверное, тоже не нужен. Ням-ням-ням-ням-ням, подожди, я все так замечательно взял и выгрузил. Давай-ка мы сейчас приготовлены ветхой. А, еда-то еще и портится. Нифига себе. Она, оказывается, еще и портится. Может, пингвина приготовят? Давай кольцевика мы сейчас попробуем приготовить. То есть, бесполезно в запас делать. Может быть, я надеюсь, что хотя бы вода не портится? Сейчас мы захаваем быстренько все это дело. Так, что тут у нас есть? Приготовленный кольцевик. 102%. В смысле? Не, ну больше нельзя наесться. А, переедать, значит, все-таки нельзя. Ну и пойдем. Блин, как назло, у нас сейчас ночь. Началось. И к нам пришло там сообщение от Сэма о том, что где-то там есть какой-то аварийный запас, да? Опа-па. Ну-ка, давай-ка сосканируем эту тему. Фрагмент глайдера. Второй из трех у нас есть. Это замечательно. Это большой плюс. А это что такое? Взять кварц. Мне... Иди сюда. Иди сюда. Во! Кстати, насчет водорослей. Мне кажется, что можно будет теперь... Нельзя будет теперь, да? А, не, во! Можно, можно. Можно собрать водоросли вот таким способом. И я не помню, что из этих водорослей, собственно говоря, изготавливается. Ну, я, точнее, не то, что не помню. Я даже не смотрел. Но давайте чуть-чуть наберем. Ой-ой-ой-ой-ой. Я надеюсь, что там не будет очень много всяких ништяков. Иначе... Иначе будет беда-беда огорчению. Мы просто с собой принести не сможем. Ну, или придется что-то выкидывать. А я так люблю всяких хабар набирать, что выкидывать это прямо выше моих сил. Так, 110 метров. Я надеюсь, что нас там ждет много вкусных ништяков. И на улице у нас день наступает. Да, вообще день-ночь здесь очень быстрые какие-то, на самом деле. Так, да? Так, что там за дичь? Понятно. О, тут какая-то площадка. Тут какая-то площадка. Полная темнота. Так, я надеюсь, я нож не выкинул. Нет, не выкинул. Просто убрал. Так, и что мы здесь видим? Нихренашеньки мы тут не видим, кроме открыть ящик с данными, да? Кислородный баллон высокой емкости. Синтезирован новый чертеж. Ты издеваешься надо мной? Это вот... Подожди, разведчиков выслали вот с этой дичью? И все, что ли? И все по ходу дела. То есть, бедные разведчики, я... Мать! А! Черт, я начинаю задыхаться. Я понял, почему никто этого не трогал. Да по простой причине там трогать нечего. Там просто тупо нечего трогать. Поэтому никто и не позарился на это добро. Итак, мне надо найти побольше урана. В смысле... Ну, хотя урана, наверное, тоже было бы неплохо найти. Нет, мне надо побольше найти титана. Кстати, пойдем посмотрим, что вот это вот у нас такое все-таки. И больше, наверное, у нас уже не поместится. И в том числе и титан не поместится. Поэтому надо на базу валить, разгружаться и потом искать титан. Скорее всего, у меня уже просто банально... Да, у меня все заполнено практически. Но немножко титана все-таки, скорее всего, влезет. Главное его найти. Итак, я что-то... Что-то я вижу, ребята. Вот, значит, первый камушек, во-первых. Что-то мы надыбали. И второй. Титан. Есть. В смысле? А что, он теперь не падает в инвентарь, что ли? Алло. Это не серьезно как-то? Точнее, это очень серьезно. Блин, долбаные льдины. Чертовы сосули. Нам надо два, по-моему, или четыре титана. Я, честно говоря, не помню. Вот, этот сразу взялся. Очень странно. Так, нет, тебя мы не будем отпускать, извини. Фрагмент грави-ловушки. Есть. Синтезирован чертеж грави-ловушки. Не знаю пока, зачем он нам нужен, но на всякий случай можно прихватить. Так, 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 так. Еще деталь глайдера. Есть. И... Блин, ну, с сканером, наверное, не очень хорошо было все это дело разбивать. О, паньки. Подожди, вот это уже что-то интересное. Что это? Что вот это такое? Технология предтечий. Открыта запись. Ну, сейчас вернемся на базу, и я думаю, что... Так, фрагмент грави-ловушки. Ага, подожди. А, и забрать мы ее не... Инвентарь полон. А это что? Блин. Инвентарь полон. Ладно, надо возвращаться на базу, на самом деле, и разгружаться. И я надеюсь, что я смогу себе сделать нормальный баллон. Вообще, вот там вот какая-то база. Обратите внимание, впереди. Но туда у меня не получается забраться просто банально. Кстати, а давайте, может быть, все-таки как-то получится. Энергия... А, ее заряжать еще надо. Точно, нифига себе. То есть батарейки, они не вечные. Использовать изготовитель. Давайте посмотрим. Основные материалы. Ну, во-первых, мы можем сетчатое волокно из водорослей делать. Так, больше, по-моему, из водорослей мы ничего не можем сделать. Поэтому давайте переделаем все водоросли на сетчатое волокно. Есть контакт. И стекло мы можем еще приготовить. Так, что тут? Мы можем снаряга. По снаряге мы можем сделать обычный кислородный баллон. А вот на продвинутый нам нужно еще серебро. Синтезирован радиомаяк. Ага. Ну, в принципе, вещь может быть довольно полезной. Так, давай сейчас попьем быстренько. Так, окейушки. Че мы тут? Водичка, давай. Водички бухнем. Семена виолеты лиловой. А по ходу дела они никак... В смысле, образец водоросли портится? Да ладно? Ну, давай кварцы хоть переделаем, а то он тоже может испортиться. Черт его знает. Размещаемые объекты. Навигационное устройство удерживает и передает свое местоположение. Настраиваемое название. То есть, можно будет поставить, к примеру, там, какие-то, черт его знает, какие-то объекты. Да, так, используется искусственная гравитация, чтобы притягивать себе легкие предметы и небольших существ. Ясно. По снаряге мы можем только аптечку сделать. Труба. Цепочку труб можно использовать для подачи воздуха через насос. Плавучный воздушный насос. В принципе, по-моему, здесь нет никаких ограничений по воздуху, как мне кажется или казалось. Так, семена давайте сюда сложим. А все. Привет, приплыли, да? То есть, мы больше здесь ничего хранить-то не можем. Стекло, титан. Печаль беда, на самом деле. Переложить. Слушай, а можно как-то это просто тупо выкинуть? Ладно, с этим разберемся. Значит, чертежи, микросхемки. Тут какие-то, образец, пластинчатый коралл. Господи, сколько тут всего появилось-то, а? База данных. Смотрите, местная форма жизни понятна. Загружаемые данные. Награда за предтечий. Получение... Получаете награду с технологией предтечий. А какая награда-то? Алло. Так, растительный мир. Водоросль. Ясно. То есть, тут всякие есть описания всего. Кстати, уже все переведено. В принципе, очень даже неплохо. Так, и что мне дальше делать? Освоенные чертежи. Это все замечательно. Так, ну-ка. Морской глайдер. Смазка, медный провод, титан, батарейка. У меня уже много чего есть, в принципе. То есть, по идее, надо найти всякие материалы. Такие, типа, титана, меди. Так, так. О, вот. Вас-то я и не нашел. Медь. Титан. Иди сюда. Иди сюда. Так, и обратите внимание, кислородика у нас стало намного-намного больше. Прям так, существенно больше. И я теперь могу погружаться намного глубже, учитывая то, что у меня есть ласты. Так, давайте вернемся, попробуем сделать батарейку. И что там еще надо было? Медный провод, по-моему. Ресурсы, электроника, значит. Мы можем сделать медный провод. Медный провод имеется. А на батарейку нам нужен ленточник. Еще два ленточника и медная руда. А здесь что я могу... А, ну это все еще аптечка. Не компостируйте мне мозг, как говорится. Так, приготовление. Давай пузыря мне сделай, пожалуйста. Вкусненького-вкусненького пузырика. Так, вот он, приготовленный пузырь. Сразу и вода, и еда. В общем, все у нас в порядке. Я бы только не отказался от какой-нибудь кроватки. Значит, нам нужен ленточник. Пойдешь со мной плавать. Глазастый. Ленточник. Интересно, они вырастают заново? Вроде бы где-то... О, подожди, а это что такое? Что-то новое, походу. Краснотарник. Что с этого мы получим? Не знаю, что мы получим. Краснотарник. Семена краснотарника. Хрен его знает, зачем они нужны. Фрагмент гравиловушки мы уже с вами изучили. То есть, это нам никакой пользы не принесет. А вот камушек, пожалуй, я себе заберу еще титанчик. Так, пойдем всплывать. Слушай, что-то вот он иногда быстро всплывает. Иногда как-то очень медленно. Наверное, потому что у меня нож в руке. Поэтому он медленнее всплывает. И там, кстати, схрон аварийного снаряжения. Он так до сих пор и является схроном. Хотя там ничего вроде бы нет. Так, вроде еще медяху мы нашли. Мне нужен ленточник. Ох ты, ё. Глубоковато. Вот теперь я понимаю, что, возможно, фонарик мне действительно пригодится. Ну, хотя бы какие-то мелкие ресурсы мы нашли. Ленточник. Слушай, где его искать? Где искать еще ленточника? Ну, предположим, плаваем мы теперь намного быстрее и можем плавать намного дальше. Но это что-то, честно говоря, не дает никаких особых супер плюсов. Потому что ленточника здесь еще меньше. Так, 50 метров. Слушай, это много. На 30 секунд. У меня раньше вообще на 45 было всего. Давайте попробуем, наверное, опять к базе вернуться. И занырнуть вот в ту сторону, куда мы в прошлый раз за ленточником ныряли. Может быть, там будет как-то получше. Блин, прорисовка мне нравится, как в атласе. Сейчас как база прорисуется с пушками. А мы не готовы. Так. Где у нас тут что вообще? Где мы в прошлый раз нашли этого ленточника? Может, он заново там вырос? Уже несколько дней прошло. Я искренне на это надеюсь. Так, так, так. О, вот камушки явно новые появились, да? Вот здесь был ленточник, но его здесь больше нету. Печаль, беда. Вот это вообще нащупальца каких-то кальмаров, похоже. Блин, неужели реально больше нету ленточников? Поблизости, по крайней мере. Ты ешкин, ты матрешкин. Что это за нахрен? Дырохвост Титан. Я надеюсь, ты не агрессивен, парень. Вау. А вот это что такое? Блин, попробуй ты за ней угонить, чтобы ее отсканировать. Отсканировали. А! Ни хрена себе! Что это было? По-моему, ей что-то не нравится. Ей, видимо, не нравится, когда ее сканируют, короче. Ай! Ее, короче, хватать нельзя, я понял. Грини, ты балбес. Опа, опа. Что это такое? Фрагмент морского глайда. Так я уже вроде бы нашел все, что мог. А, подожди, сканером его можно разбирать на запчасти. Вот это интересный поворот. Это интересный и полезный поворот. Так, давай сканером бахнем вот по этой фигне. Тут есть что еще интересного? Вообще, не создается впечатление того, что мы находимся где-то глубоко. И в этих самых, ну, точнее как, не создается впечатление того, что мы находимся в Арктике. Как-то вот вода ассоциируется здесь с теплом. Хотя, с другой стороны, возможно, она, в принципе, и есть теплая. По сравнению с тем, что там на улице происходит. Слушай, титана мы нашли просто вагон. Вагонище, я бы даже сказал. А вот ленточника нету. И серебра было бы неплохо найти, но где его найдешь? Так. Может быть, серебришка будет, а? Нет, нету. Здесь опять будет титан. Но что толку? Мне нужен ленточник еще. Вообще, уже вторая серия проходит под эгидой... Мне нужен ленточник, черт побери! Так, еще пещерка какая-то. А места-то есть там вообще? Ну, по децелу есть. Еще что-то можем притырить. Интересно, а есть какие-нибудь... Во! Вижу, вижу, вижу ленточник и две штуки как раз. Но этого мало. Этого очень и очень мало. Надо... Блин, льдины! Чертовы льдины! Как я и говорил, все находится где-то в районе базы. То есть, где-то недалеко. Так, во! Еще вижу ленточник. Давай попробуем надыбать. Как раз у нас два слота есть. Есть контакт. Интересно, а выращивать его как-то можно? Какую-нибудь свиноферму... Ленточную ферму, точнее. Свиноферма нам вряд ли понадобится. Так, 162 метра. Ой, сразу захотелось, честно говоря, так в море нырнуть. Правда, конечно, не вот в такое, сука, холодное. Ребята, вы, надеюсь, не сильно обижены по поводу того, что я вашего маленького забрал. Давай пингвина исследуем, на самом деле. Э! Слушай, они явно не хотят, чтобы я их исследовал. Но я все-таки успел. Я его сфотографировал. Он нас посчитал, скотина. Так, что тут у нас есть, значит? Кварц. Слушай, кварц, блин. Я даже не знаю. Все такое вкусное. Давай выбросим кварц. Потому что кварца реально много. Блин, а это титан. Его еще больше. И ленточник. Ядритская сила. Что выбрасывать? Во, подожди. Образец водоросли. Давай выбрасываем. Лучше соберем ленточника. Потому что он, мне кажется, нам пригодится значительно больше. Все, можно возвращаться на базу. Тем более, что до нее тут рукой подать. Ну, не могу я пройти мимо... О, медная руда. Отлично. Мимо хабарчика я пройти, ну, никак не могу. Кстати, надо будет, наверное, как-то нам сделать... Блин, где тут этот долбанный вход? Почему он не снизу? Что за дичь вообще? Так, что я вообще... А зачем я вообще все это хотел сделать? Водостойкий контейнер, титан... Так, подожди. Это окей. Инструменты. Подожди, а что нам надо? Ремонтный инструмент. А зачем мне ремонтный инструмент и кристаллическая сера? Где я его возьму? А, стоп. Я хотел сделать вроде глайдер. Глайдер, глайдер, батарейка. Нам нужна батарейка и смазка. Ну, батарейку я могу сделать прямо сейчас. Смазка у меня есть. Отлично. Ой, блин. Да не хочу я выходить. Я хочу взять вот отсюда смазку. Зачем нужны вот эти семена? Краснотарника. Так, интересно. База данных. Вот он, растительный мир. Краснотарник. Обычное растение, приспособившееся к существованию во многих различных средах. Краснотарник является основной частью рациона многих мелких травоядных. И нахрена оно мне надо? Так, по ходу дела можно их благополучно выкидывать. Так, размещаемые объекты. Морской глайдер. Вот оно есть. Отлично. Ес. Ес, я теперь могу. Зачем мне это надо, я не знаю. Подожди секундочку. Давай-ка мы вот это сейчас выкинем. Нельзя выкинуть, можно только за пределами базы, судя по всему. Окей, давай выбрасываем вот это вот. Вот это говнецо мы все выбрасываем. Так, что мне еще интересного могут позволить сделать? Ну, во-первых, давай-ка сделаем себе что-нибудь пожрать. У нас есть вот приготовить этого пузыря. Вкуснейший пузырь. Так, отлично. Значит, пузырик, мы тебя съедаем. Водички, кстати. Водички, водички, водички. Надо все это дело запить обязательно. Так. Есть контакт. Глайдер, медь. Так, медь, глайдер. Подожди, чем мне надо вообще? Снаряга, плавучий воздух. А зачем? Вот зачем мне нужен плавучий насос? Вот я, честно говоря, пока не понял. Размещаемые объекты, водостойкий контейнер. Ну, давайте мы сделаем водостойкий контейнер. Теоретически, я надеюсь, что его можно где-то тут разместить. Нет? Можно его просто тупо бросить здесь, мне кажется, да? Ты, главное, не уплыви никуда, окей? Во! То есть сюда мы что-то можем сложить. Давайте сложим сюда то, что не портится. Всякие титаны вот эти вот. Все это дело мы сейчас убираем. И я, честно говоря, пока не понял, почему, почему у нас до сих пор светится вот та точка. Схрон аварийного снаряжения. Зачем он нужен и почему он до сих пор светится? Окей, давайте мы сейчас размещаем здесь глайдер. И чё? О, батарейка работает. И чё, мы, типа, быстрее на нём плаваем? Ну, может быть, может быть. Кислород вроде тратится меньше. А чёрт его знает. Главное, что на нём есть фонарик. Зачем он мне нужен, я, правда, тоже пока не понимаю. Хотя, не, ну... Ай, блин! Теперь я понял, зачем он нужен. Давайте всплывём, на самом деле, и подышим воздухом. Подышали. Батарейка, батарейка у него садится, кстати. Да. И всё-таки, что мне надо здесь сделать? Что мне такого здесь нужно сделать? Окей, ушки. Я не понимаю. Здесь, вроде как, мне говорят, что здесь что-то есть. А что здесь есть, чёрт его знает. Соль, кварц, кварц и прочее здесь имеются. Зачем это мне нужно, непонятно. Неплохо было бы... Слушай, давай-ка мы сейчас где-нибудь вот там вот вздохнём воздуха. И попробуем вот в ту пещерку сейчас проплыться. Потому что мне кажется, что там может кислорода и не быть. Заныриваем обратно. И поплыли в пещерку. Может, здесь что-то какие-то ништяки есть? Интересно, эта штука ещё и задом плавает. Скауты, скауты, вы что-нибудь на скаутили нам тут? Блин. Ну, тут как бы ничего нового. Всё примерно то же самое, что и было. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Аварийный схрон. А вот на схроне вообще ничего нету, походу, да? Карго-контейнер не юзабельный вообще, от слова полностью. Эту технологию мы уже изучили. В каких пещерках мы ещё не были? Вот в той степи мы вроде бы ещё не были. Давай, пойдём. Эть, вынурнули. Пошли дальше. Может, какие-то технологии найдём полезные. Здесь только соль, кварц и более ничего. Глубина 53 метра. И что-то мне подсказывает, что здесь может быть всё не очень хорошо. В том плане, что наверняка могут быть какие-то злые-злыни, которые захотят мной поужинать. Так, 400 метров от базы. В принципе, зона, как я понимаю, 2 на 2 километра или что-то типа того. Блин, красиво всё-таки на самом деле. Хоть и ночь, да, но красиво. Вот эти светящиеся рыбки. Часто говорю, ра-а-а, челюсти такие. Вот я поржу на самом деле. А с моим везением вполне может быть. Я уже довольно далеко оттуда убрался, но... У меня есть зацепка. Инопланетное убежище находится в пористых мостах в 200 метрах под водой. Мне нужно вернуться на исследовательскую площадку. Я не могу тебе этого позволить. Почему нет? Приказ босса. Он хочет сохранить твою жизнь. Только потому, что платить зарплату дешевле, чем платить по судебному иску. Это цинично так думать о своих друзьях. Конечно, они просто не люди. В общем, файлы находятся во твоём банке данных. Делай, что хочешь, просто скажи, что ты нашла. И не втягивай меня в неприятности. Угу. Данное местоположение святилища 0. База данных. Святилище 0 было обнаружено несколько месяцев назад. Оно работало на малой мощности, все попытки проникнуть в комплекс провалились. Он расположен среди так называемых извилистых мостов. В области плотной макрофлоры с глубиной от 100 до 300 метров. Подожди, что там за облака такие на заднем фоне меня не радует. Быстрый рост трубчатых органических мостов в этой области не даёт проложить комплексу постоянный маршрут. Его можно найти на глубине 200 метров. А подрядчикам рекомендуется использовать визуальные ориентиры для поиска подходящего пути. Инопланетные архитекторы построили множество святилищ на 45-46 Б. Их назначение содержать и хранить состояние сознания инопланетян для последующего восстановления при необходимости. Хотя многие личности укрылись в этих святилищах, когда болезнь Хаара вырвалась на свободу. Большинство погибло раньше, чем смогло их достичь. Из тех святилищ, к которым мы получили доступ, ни одно не содержало полноценное инопланетное сознание. А если бы и содержало, то не ясно, что можно было бы извлечь из этих данных. Так, и чё? То есть мне надо заныривать на глубину 200 метров? Что-то мне подсказывает, что для этого мне как минимум надо сделать вот тот вот супербаллон. Титан. Блин, мне нужно серебро. Где же его достать-то, это серебро? Здесь, по-моему, только медная руда и титан. Что-то я очкую, Славик. Чё, мне не могли дать просто тупо чертежи для изготовления каких-то более полезных ништяков, типа базы? Я уже такое количество титана нашёл, что я тут базу бы с нуля построил. Не хуже, чем той, которая была. Так, выдыхай. В смысле, вдыхай. Вау. По-моему, она только что снежная. А, вот снежная. Ладно, попробуем сейчас занырнуть куда-то туда, к дну. По-моему, у меня такое смутное ощущение, что меня сейчас сожрут. Это будет крайне печально, но предсказуемо. 100 метров. Эффективность кислорода. А, сейчас ещё и кислород. Точно, как в реальной жизни, короче. Чем больше глубина, тем на меньшее количество времени хватает кислорода. Вот такая вот петрушка, ребята. То есть, нужен, обязательно нужен ещё один баллон, и глайдер тут не поможет, к сожалению. Вот, слушайте, у меня такое ощущение, что здесь точно должны быть какие-то очень неприятные существа. Я прям капец не хочу с ними познакомиться. Но есть вариант, что придётся. Водоросли. Это значит, что здесь глубина уже несколько поменьше. Но я всё равно не знаю, где искать это серебро. Здесь кварц, сплошной кварц. Серебришка. Так, давай вот это возьмём. Водоросли. Потому что мне скоро, наверное, придётся новую батарейку делать. Скорее всего, эта хрень скоро разрядится. Во! Есть, ребята, я нашёл серебро. Я... Мать твою! Что-то мне подсказывает, что вот эта хрень нифига не добродушная. Может быть, добрая, но, скорее всего, душная. Так. Братюня, а давай мы тебя исследуем. Камнедробитель. Камнедробитель. Ничего хорошего, скорее всего. Валим отсюда. Кислорода на 18 секунд. Но это нормалды, на самом деле. Так, всё. Мне надо в сторону дома. Серебро мне вроде бы нужно было всего одно. Так, братюня. Не хочу я к нему приближаться близко, но мне кажется, что... А-а-а! Ребят, если мне кто-то скажет, что это было наиграно, я вам хочу сказать, что это не было наиграно. У меня волосы, по-моему, даже на лапке дыбом встали от страха. Это просто жесть. Не буду я сканировать этих тварей и пошёл я к базе, короче. Нафиг, нафиг, скажем дружно, нафиг нужно, блин. У меня на руках волосы дыбом стоят. Так, всё, валим на базу. Причём этот тварь ещё пострашнее акулы. Ладно бы акулы были какие-нибудь наши тут известные. Ой. Нет, нафиг. Заныриваем. Кстати, я думаю, что вот эту штуку можно выключить. Свет, он нам днём, наверное, не нужен. Главное, что я нашёл серебро. Один кусочек, это позволит мне сделать более продвинутый баллон для кислорода. Сейчас мы этим с вами и займёмся. Так, о, подожди секунду. Вот эту хреньку я ещё не исследовал, по-моему. Или исследовал? А, эту мы с вами уже находили. Значит, можно валить домой. До дома, до хаты. Все на кого-то охотятся. Не, ну вообще, на самом деле, конечно, было предсказуемо, что этой фигне ни разу не понравится, что я её сканирую. Всё. Так, давайте посмотрим, что мне нужно. Во-первых, так-так-так-так, значит, нас интересует снаряга, снаряжение. Обычный кислородный баллон. Вот, два стекла. Подожди, Титан Х4-2. Это что значит? Восемь, что ли? А по-русски нельзя было этого написать? И одну секундочку. Подождите, вы хотите сказать, что я не взял серебро? Вот то, которое я нашёл? Офигенно! Просто офигенно! Грини, ну ты балбес! Ну ты балб... Ладно, давай хотя бы переработаем то, что можем. Ай, блин. Полный инвентарь у меня, оказывается, было. Серебро-то я и не взял. Так, что тут по электронике мне доступно? Батарейка. Давай сразу сделаем батарейку на всякий случай. Да уж, надо же так лохануться было. Жёстко. Так, труба. Не, это всё неинтересно. Так, так, так. Что тут у нас есть? Приготовленный кольцевик. Он уже накрылся медным тазом. Так, отложение соли. Я думаю, что соль можно тоже сюда покидать. Водичку мы заберём, сейчас выпьем. Материалы надо сюда положить. Так, кольцевик. Чё я там могу его приготовить хотя бы? Приготовленная еда. Давай приготовленного кольцевичка ещё. Перекусим. Солёную еду я делать не буду. Во, кстати, для чего соль нужна. Точно, чё-то я тупанул. Естественно, собственно говоря, для того, чтобы засолить еду. Но она тогда будет отнимать воду. А с водой, на самом деле, проблем не меньше, чем с едой. Так, это... Ням-ням-ням-ням-ням. Вот это есть. А всё остальное испорчено. И водички попить. Кстати, водички надо существенно больше. Пойдём попьём. Так, не. Давайте мы разберём сейчас. Во-первых, выкинем вот это вот всё дело. Это нам больше не надо. И часть ресурсов можно ещё положить вот сюда, в контейнер. Это не уплывай, родной. Не уплывай, ты нам ещё пригодишься. А, сюда нечего уже положить. Нам надо таких контейнеров сделать, судя по всему, очень много. Чтобы туда можно было что-то складировать. Так. А чё можно выкинуть такого ненужного? Ну, во-первых, можно выкинуть точно вот эту шляпу. Значит, всё вот это мы на место кладём. Приготовленный бумеранг. Блин. Пингвин. Слушай, а зачем нужен пингвин? Если кто-то знает, можете написать. Так, отложение соли. И теперь мне надо валить за серебром. Но для начала мне надо поймать тут одну рыбёшку. Сделать из неё воды. Блин, без... О! Ой, стоп! Стоп! Глаз! Ты мне нужен. Мне нужен ещё один такой же глазик. И постоянно меня носит куда-то вот на приключения не вовремя. То бишь... О, подожди. Секундочку. Секундочку. Вот почему с них серебро не падает? Падает с них долбанный титан. Кому нужен этот титан? Мне нужен один слиток серебра. Вместо того, который я потерял. Блин, сплошные морские глайдеры в огромных количествах. И дают они мне титан. А никаких других комплектующих, собственно говоря, нету. Надо искать титанище. Кислород на 30 секунд. Да я в курсе. А чтобы серебро найти, мне, по ходу дела, надо опять туда фигачить, где была нехорошая вот та хрень, от которой мне поплохело... Ну, вообще совсем поплохело. Не хочу я с ней больше встречаться, но, по ходу дела, придётся. Вряд ли я найду серебро опять. Где-то здесь поблизости. Титан. Я скоро эту фигню буду выкидывать, я так чувствую. В принципе, в принципе, знаете, что можно сделать? Теоретически мне туда довольно близко от... Опа-па-па. Давай вот, может быть, вот здесь на глубине будет титан. Ну, пожалуйста, пожалуйста, чуть-чуть... О, есть! Подожди, точно серебро? Не вижу. Не вижу. Блин, ну мне казалось, что я сейчас серебро нашёл. А куда оно делось? Или мне просто казалось? Так, давай, всплываем. У меня такое смутное ощущение, что я второй раз нахожу серебро, но второй раз оно, как бы, вклад исчезает. Давай глянем. Так, это всё титан, стекло. Отложение соли, кварц. Ну, я не вижу здесь серебра, честно говоря. От слова полностью. Так, ладно. Давай ещё раз нырнём туда. Даже давай с глайдером. Так будет быстрее. Попробуем найти какие-нибудь ништяки. Медная руда. Так, чё тут? Известняк, медная руда. Титан. Блин, ну мне точно казалось, что я нашёл серебро. Титан. Медная. Да что ж такое-то? Вот, серебро. Точно взял сейчас серебро. Если его не будет, это значит, что это какой-то баг будет. 39%, кстати, всего осталось у глайдера. Интересно, эти батарейки можно как-то заряжать или только менять? Вот, серебряная руда. Есть. Всё, валим в сторону дома. До дома, до хата. И теперь, по идее, я должен сделать себе этот баллон. И, соответственно, тогда я смогу нырять на большую глубину. Ну, я надеюсь, в теории. А также можно, по идее, сделать вот такой контейнер, ещё один. И, собственно говоря, его с собой забрать туда, вот к платформе, где у нас стоит. Вот этот вот как раз датчик, где это. От скаутов что-то там осталось. Так. Снаряжение. Значит, серебряная руда есть. Два стекла. Да? Окей. Стекло есть? Титан. Отложение соли. Стекло. Две штуки. Есть? Так. Стекло есть. Теоретически, если мы берём вот этот баллон, и теоретически ничего не получается. А, ну да. Мы сейчас сделаем по-другому. Я хочу пить. Поэтому давай мы сейчас приготовим водички, её выпьем, освободим тем самым наш инвентарь. Окейушки. Можем выпить. Можем выпить. Я только что съел просроченную еду и отравился. Великолепно. Замечательно. Хорошо, хоть смазку не сожрал. Подожди, а сколько слотов там под него, под этот баллон-то надо? О, поместился. Так. Снаряжение. Вот он. Высокой ёмкости. Во. Вот это уже продвинутая фигня. И хватает её на 135 секунд. А теперь мне надо что-то пожрать нормально. Ну что, ребят, на этом мы будем с вами, наверное, заканчивать. В этой серии мы смогли встретиться с какой-то неведомой хренью. Я умудрился потерять несколько раз нужные мне предметы. То бишь серебро. Мы нашли запись, точнее нас проинструктировали, что есть такая хрень. Как какие-то древние там сокровища и так далее. Которые находятся на глубине 200 метров и больше. То бишь нам надо будет туда нырять. Но я пока что-то очкую, Славик. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайкосики. Вот глаз... Вот тот пузырь очень-очень хочет, чтобы вы поставили лайкосик этому видео. Ну а мы увидимся с вами уже в следующей серии. С вами был Гринявый. Всем пока и хорошего настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok